Микроскоп Как работает микроскоп и почему он создает увеличенные изображения? Какое самое большое увеличение может дать оптический микроскоп и чем определяется этот предел? Почему в оптический микроскоп нельзя увидеть атомы? На эти вопросы мы ответим в нашем фильме. Простейший микроскоп представляет собой трубку, с двух концов которой установлены две короткофокусные собирающие линзы. Объектив и окуляр. Объектив называется так, потому что он направлен на объект, который мы рассматриваем. А в окуляр мы глядим глазом. Объект размещается на предметном столике и подсвечивается, чтобы видимое изображение было ярким. Нарисуем линзу объектива и отметим ее фокусы. Предмет располагается перед фокусом объектива вблизи от него. При этом изображение предмета будет действительным, перевернутым и сильно увеличенным. Окуляр – это обычное увеличительное стекло. Только теперь мы рассматриваем через него не сам предмет, а его изображение, полученное при помощи объектива. Проведем удобные лучи и построим изображение, которое мы видим через окуляр. Изображение отодвигается на расстоянии наилучшего зрения и увеличивается. При этом полное увеличение микроскопа равно произведению увеличения, которое дает объектив на увеличение окуляра. Сделаем модель микроскопа. Поставим на оптическую скамью собирающую линзу. Это будет объектив. За фокусом этой линзы установим ярко освещенный предмет. Его перевернутое и увеличенное изображение спроецируем на экран. Будем рассматривать это изображение через еще одну собирающую линзу, которая послужит окуляром нашего микроскопа. Экран при этом можно убрать, и изображение станет гораздо более ярким. Микроскоп простейшей системы, которую мы рассмотрели, был придуман в начале 17 века, а его изобретение приписывается разным людям. Большого увеличения такой микроскоп дать не может из-за сильных оптических искажений. Существенно более совершенные схемы микроскопов были предложены немецким ученым Эрнстом Абби во второй половине 19 века. Микроскопы фирмы Карл Цейс-Ена, построенные по расчетам Абби, впервые позволили достичь оптического предела разрешения и увидеть объекты, размеры которых сравнимы с длинной световой волны. Бактерии в такой микроскоп хорошо видны, а вот вирусы, размеры которых существенно меньше одного микрона, разглядеть уже невозможно. И тем более в него нельзя увидеть атомы. Для этого нужен не оптический, а электронный микроскоп. Продолжение следует...